В этом году Горсвет провел масштабные работы в Ульяновске. Восстановлено освещение более чем по двум тысячам адресов. Но, несмотря на исправную работу фонарей, жалобы от жителей города продолжают поступать. Утренняя и вечерняя дорога в холодное время года стала настоящим испытанием для ульяновцев в этом году. Неисправные светильники и их несвоевременная работа делали привычный путь домой сложным и опасным. Например, в Ленинском районе прохожие жаловались на темноту улиц Радищева, Федерации и Розы Люксембург. Так ли это на самом деле, мы убедились сами. Фонари находятся в исправном состоянии. Как утверждают в администрации, по обращениям ульяновцев и в ходе плановых работ сотрудники Горсвета заменили свыше 1350 ламп, отремонтировали и обновили 750 светильников по всему городу. Однако, даже наличие работающего освещения не всегда решает проблему темных дорог. Маловато фонарных столбов, от этого света кажется меньше. Фонари есть, но их недостаточно. Хотелось бы побольше. Хочется, чтобы вообще на всех улицах было побольше фонарей, потому что когда, допустим, даже банально идешь домой, дороги вообще не видно. И я считаю, что фонарей не очень достаточно на улицах, потому что все равно темно. Надо, чтобы было их побольше. В Горсвете отметили, за 2022-й установили дополнительно 56 новых опор освещения. Но в следующем году работы продолжат. Также сами жители могут обратиться в организацию с просьбой установки дополнительных столбов. Нужно обращаться в Управление дорожного транспорта и хозяйства, в администрацию города Ульяновска. То есть они там подают эту заявку? Да, заявку подадут и уже потом правильное дорожное транспортное хозяйство напишет на предприятие письмо. И там уже будем рассматривать дальше, устанавливать. В 2023 году новое освещение будет построено не только по обращениям жителей города, но и по планам Горсвета. Будут менять провода, светильники, аварийные опоры. Необходимое уже частично закуплено, а в первом квартале наступающего года будет известна адресная программа работ. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.